Всем привет! Сегодня я решил заняться кулинарией. А то я вам тут показываю целую неделю, все в Буэнос-Айрес до Буэнос-Айрес. Надо показать, чем в Буэнос-Айресе еще можно вкусненько попитаться. Значит так, сначала покажу продукту, который надо иметь, чтобы это блюдо сделать, которое я тут наметил. Значит надо иметь куриные грудки, надо иметь пару яиц, можно 2-3, ну смотря сколько грудок будете делать. Немного муки обычной, вот панировочные сухарики, надо иметь сыр, можно самим порезать, а для ленивых можно купить уже порезанный такой. И вот, по-моему, ветчина, вот вареная, вот ветчина, тоже порезанная. Это надо иметь, перец молотый, вот буду применять обычный молотый перец, мне сегодня лень молотарку крутить. Соль, у кого какая есть, томилю, томилю, да. Подсолнечное масло. Кто еще хочет, может чеснок сухой или выдавить. Но я сегодня чеснок применять не буду, потому что не хочу чесноком особо дышать. Ну ладно. Значит, вот из этого всего, очень такого набора продуктиков, мы быстро и качественно сейчас попробуем сделать такие рулетики вкусные из куриной грудки. Так, я тут сказал томилю, значит, посмотрел это по-испански оно так, томилю, а по-русски оно будет тимян. Я просто, это, так что у вас запомнили, да? Переснимать не буду, просто скажу тимян это. Так, первый этап. Надо подготовить кусочки моих, как бы, этих, грудок куриных, которые я буду использовать. Ну, желающие дети. Надо их сделать так, чтобы они были такими, как бы, не очень толстенькими. А, ну вот, где-то один сантиметр, наверное, ширины. Значит, я возьму, вот, и вот на несколько штук их сделаю. Вкуснее будет. Значит. Вот, к примеру, к примеру, подготовлю такие пластины этой грудки, вот, вот такой толщины. Вот. Видно? Видно. Хорошо. Значит, вот это вот так и сделаем. Все это приготовим, вот на такие пластинки. Все эти грудки. Это наш первый этап. Раз, раз, острым ножиком, разрезаем, делаем вот такие вот приблизительные штучки. Так, и так порезал, вот, приготовим такие кусочки. Следующий этап нашего вкусного задания. Берем такую бумажку промасленную, вот, подготавливаем, себе так складываем ее. Берем такую палку, скалка называется, это которая жена там встречает утром мужа, если он там долго задержался у друзей. Ну, в общем, такое оружие хозяйственное. Берем, вложим сюда вот кусочек этой куретины и питаемся этой штукой его немного придавить, можно кто как хочет. Можете просто придавить, можете попробовать раскатать, но одним полом надо его раскатать в блинчик. Ну, не совсем там такой, чтобы блин-блин, но постараться сделать получше блинчик такой. Вот, видите, сюда было, вот, так, скалка для этого очень хороший, хороший инструмент. Вот, как раскатывает, хорошо, сейчас еще это отправим, и делаем все еще аккуратнее. Если вот попало все такое, можно сделать вот так, раз, только не до конца, а так вот отложить, и снова раскатаем. В общем, тренируемся, раскатывать хорошо филе из грудненьки. И так вот одну раскатал, значит, что делаем, берем немножко посолить, так, по вкусу. Потом оно в серединке, как раз окажется, чтобы тоже было соленое. Поперчить. На эту раскатанную штучку берем, и... Теперь ложим пару кусочков вот такой ветчины. Вот, можно их немножко сдвинуть. Вот так. И так же само повторяем с пару кусочками сыра. Так. И так. И начинаем это все заматывать. В такую колбаску. Очень хорошая получится колбаска. Очень вкусная. Вот, смотрите. Вот такая у меня получилась колбаска. Можно взять маленький еще кусочек. И пришить. Вот. Чтобы не разрезалось, я буду использовать такие шпажки, как бы палочки. Такие. Мне так удобнее. Ну, можно ниткой обвязать. То есть, каждый, кто, чем может, тем и сделает. Вот так. Я себе такую шпажку сделаю. И сюда. Сейчас я их наформирую побольше. Потом покажу, как вышло. Вот еще некоторые тонкости, чтобы удобнее было раскачивать. Надо разрезать бумажку двумя бумажками вот так ложить. Тогда получается намного удобнее. Вот. Чем когда они между собой соединенные. Тогда они обе шевелятся. А так вот намного удобнее. И еще. Вот. Видите, как красивее получается намного. И еще такая тоже. Заметил. Более удобная штучка получается. Если сделать так. Закладывать. Сыр. И уже, ну, эту ветчину не до самого края. А вот так, откуда начинаете скручивать, а здесь оставлять. Тогда оно завернет все. Хорошо получится. Значит, вот, к примеру. К примеру. Вот так. Вот, чтобы не совсем, если есть возможность, чтобы еще даже осталось. Так, кусочек вот так. Хотя бы. И аккуратненько скручивать. И аккуратненько скручивать, получается, такие рулетики вот уже лежат. Скрученные довольно прилично выглядят. Вот. Вот. Вот, смотрите. Вот такой рулетик. Теперь чем-нибудь зашиваем его, чтобы он нам потом форму не терял. А я возьму палочки такие, как для шашлычка. Итак, пока что на этом этапе мое творчество закончилось вот такими вот безделушками. Значит, следующий этап. Здесь у меня мука, здесь яйцо, здесь панировочные сухари. Теперь беру соль и немножко посолю муку. Также посолю панировочные сухари, потому что разные слоя будут. Значит, это все по вкусу. То, чего хочет, кто посолит. Тоже повторяем с перцем. Поперчу здесь, поперчу здесь. С меня хватит. Теперь тимьян. Как он там правильно называется? Сюда в панировочные сухари. Если любите чеснок, можете сухой чеснок туда еще добавить. Если хотите, можете немножко, немножко растопить масло сливочное и тоже вот сюда добавить. Все это, так сказать, перемешиваем. Чтобы у нас была смесь приблизительно однородная. Это тоже перемешаем. Подготовим. Сколько чего брать, по мере того, сколько будете готовить. Все это зависит от этого. Только все возьмем. Все. Взбили. И приступаем. Значит, наши секреты в том, чтобы это вот взять сначала в муку. Можете помогать вилочками это делать. Теперь, после муки, это вот сюда. Берем, обволакиваем здесь яйцо. И теперь, после яйца, это все убегает в панировочные сухари. Помогаем тоже вилочками там обсыпать или вложками, кому чем удобно. Вот так повторяем со всеми кусочками. Кто не желает этого делать, может не делать. Но, в принципе, так вкуснее выглядит. Вот такой получается. Вот. Панировочный. Вот так сейчас сделаем все. Итак, подготовительный этап закончился. Вот он такой. Следующий этап. Идем на кухню. Итак, мы на кухне. Значит, у меня разогревается масло подсолнечное. Такое, чтобы как бы во фритюре делать. И разогревается духовка полностью. Еще я приготовил такой противень. И бумага тоже промасленная на него положилась. Я буду выкладывать их. Вот после этого буду сразу выкладывать сюда. на вот такой противень. Так что, поехали. Осторожно с маслом. Лучше, конечно, применять какую-нибудь вилочку. Или что-то в таком стиле. Чтобы и руки не попечь. Но я воспользуюсь еще палочкой, которая у меня тут есть. Вот так. Это недолго этот процесс. Это чтобы их хорошо зарумянить с двух сторон. До готовности доводить не надо. Значит, пару минут с одной стороны, пару минут с другой, и готово. Ну, все. Ничего сверхъестественного. Раз. Вот такое золотистое. Когда стало, можно переворачивать. О, нормально как раз. Вот. Будет хрустящее. Вот так. И вот так. Духовку разогреваю на полную. У меня не очень мощная. Так что, думаю, градусов 180. Подготовим противень. Когда залумянится с той стороны, аккуратненько все выкладываем на противень. Ну, вот смотрим. Если нам нравится та сторона, в принципе, более-менее. Можно ее и выкладывать. Аккуратненько. Раз. И на противень. Нормально. Хорошее. Все готовим для того, чтобы потом пойдет в духовку. Потом не обязательно и доводить до готовности здесь. Вот так. Масло хорошо раскаленное, чтобы не напитывало. Вот как красиво все выглядит, да? Вот у меня есть одна штука. Это по спецзаказу без панировочных сухарей попросили сделать. Ну, вот сделаю. Только с сыром и без панировочных сухарей. Но это спецзаказ. Основное блюдо вот оно. Сейчас будем наказать на ветки. Да, все готово. Все, значит, это курайку. Все это, вы видите, как... Видите? Это золотистая корка. Все это готовится уходить в духовочку. Духовочка разогретая. Все, масло выключаем. И смотрим. Вот это все. Вот это все. Теперь где-то на 25 минут. В общем, посмотрю. Минут на 25 в духовку разогретую уходит. И так вот результат, что у меня получилось. В духовке, значит, было 20 минут. Очень хорошо все выглядит. Очень аппетитно. Вот так вот я вот разрезал. Видите? Там и ветчина хорошо видна, и сыр, и вот такая вот курочка. Такие хрустящие рулетики куриные. Так что все. Пока. Готовьте и вы. Повторяйте. До следующих видео. Удачи!